Химатака в Сирии. Трамп обвиняет Москву и Дамаск. При этом американский лидер пока не принял окончательного решения по дальнейшим ответным действиям на применение химического оружия в Думе. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 11 апреля, что президент США Дональд Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химатаку в Думе. Отвечая на вопрос журналиста о том, что Москва опровергает применение химоружия в Сирии, Сандерс заявила, что американская разведка предоставила иную информацию на этот счет. Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку, подчеркнула спикер американской администрации. Также она отметила, комментируя последнюю публикацию Трампа в Твиттер, что окончательного решения об ударе по Сирии президент пока не принял и рассматриваются различные варианты ответа. «Это одна из возможностей. Удар по Сирии. Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени», — указала Сандерс, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии. Как сообщал корреспондент нет, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщения о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти. Президент США Дональд Трамп 9 апреля пообещал в ближайшие два дня принять решение о действиях против Дамаска в ответ на химатаку. В среду, 11 апреля он написал в Твиттер, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. По данным ВАЗ в доме погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал HTTPST Micrespondentnet по материалам сайта Ньюсгроком. Новости от Корреспондента в Телеграм.